Все образовательные учреждения в России будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг. Соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство нашей страны. На детских садах, колледжах и вузах появятся флаги России. Поможет ли это воспитать в молодежи чувство патриотизма и что думают тверичане по поводу такой инициативы, расскажем в следующем сюжете. Флаг, герб и гимн – государственные символы России. Долгое время их использование ограничивалось официальными приемами, государственными праздниками и другими особыми случаями. В последнее время произошел всплеск патриотизма. Людям очень хочется, чтобы в обычной жизни, в быту была возможность выразить свои чувства. И законодатели стали расширять применение символов страны. По данным ВЦИОМ, 84% россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага. 81% – герба, 85% – при звуках государственного гимна. По действующим в настоящее время правилам размещать государственный флаг стоит только на зданиях общеобразовательных организаций. Это школы, гимназии и лицеи. Законодательную инициативу в ближайшее время планируется распространить на детские сады, техникумы, колледжи и университеты. Авторы отмечают, что сейчас флаги вывешиваются только школами, а процесс воспитания непрерывен. От детского сада до средних и высших учебных заведений. Присутствие флага поможет сформировать в молодых людях чувство гражданской идентичности и патриотизма, полагают эксперты. Мы решили спросить у тверичан, что они думают по поводу такой инициативы. Конечно, важно, чтобы знали, какой флаг нашего государства. Ну, я считаю, что будет обозначено, что принадлежность к Российской Федерации. Думаю, что нужно. Флаг России, конечно, это же наш символ. Поэтому единственное, что в детском саду, может быть, не стоит. А в остальных организациях надо. Флаг России нужно установить вообще везде. Не только на учебных заведениях. В некоторых дошкольных учреждениях Твери уже установлены флагштоки с государственным флагом России. Яркий тому пример детский сад номер 92. В нашем учреждении флагшток вместе с флагом был установлен в 2023 году. Нравственно-патриотическое воспитание — это одна из главных задач любого дошкольного учреждения. Поэтому поднятие флага, разучивание, прослушивание гимна, особенно для старших дошкольников, является неотъемлемой частью патриотического воспитания. Напомним, что с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале каждой учебной недели стали поднимать флаг и исполнять гимна России. Порядок поднятия и спуска флага четко регламентирован. Его поднимают перед первым занятием в начале недели и спускают после последнего урока в конце. Флаг поднимает и спускает знаменная группа из знаменосца и ассистентов. В нее отбирают школьников, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте, науке или творчестве. Количество ассистентов от 2 до 4. А во время поднятия флага ученики поют гимн.